Рядом со мной стоит самый лучший, наверное, командир СНГ, Дмитрий Остоприянов. Человек, который начал прожить еще в первую доту. Чемпионом первой интернештной, чемпионом второго. Многократно победили мажор из своих лифт. Человек, количество четвого, у которого и их пельщик занимает несколько страниц. И вот он как бы комментировал. Одиннадцатый сезон Старвадера, сегодня последний день и у меня есть несколько вопросов к нему. Ну, во-первых, как ты вообще запретился до жизни? Как ты стал комментировать после своей игровой карьеры? Чем-то надо заниматься на пенсии. Похоже, реакция уже не та, хотя может быть еще вернется. Надо попробовать себя. Ну, в этом сезон Старвадера стал во многом необычным. В сервисе очень много команд отказалось. Участие только в Eugenius, Team Tinker и другие, собственно говоря, китайцы не приехали. Как ты считаешь, насколько это становится на качестве игр? Стали они интереснее, потому что больше ошибок или наоборот скучнее? Ну, как показывает статистика, то наше СНГ, противостояние оно стало очень интересным, потому что 2-4 это стабильно по 100,000 зрителей на 3-4 канале. А так, могу сказать то, что, ну, да, сильнейшая готовится у нас к азиатскому турниру, где призовый фонд уже достигает почти 2 миллионов долларов. Поэтому тут у нас дорога молодой. Кстати, в азиатском турнире, в общем-то, на этом ланфинале Hellraisers, которые прошли квалификацию, Power Rangers, которые тоже как бы заняли второе место и Na'Vi, которые заняли третье, вылетели одни из первых. Как ты считаешь, почему так случилось? Они расслабились, потому что если глинули к нам по разу, после своего поражения, они потели, старались и играли постоянно для того, чтобы выиграть с товаров. Они понимают то, что сейчас это их последняя возможность зацепиться за International Invite. А вот такие команды, как Hellraisers и Bear, ну, у них, в принципе, во-первых, по тренингу, но в целом так сложилось, что они не так истерно тренировались, как хотели. Потому что обычно после победы ты думаешь, что всё, я достиг своего уровня, у нас такое тоже было. И всё, теперь я могу ничего не делать там, пойти бухать, гулять. Ну, если говорить о NW International, то недели три назад Эдер Лензи в своём блоге писал, что он не доволен количеством матчей, но он должен играть, потому что они не получат NW International. То есть сейчас игроки, да и комментаторы за последние 50-50 вот играли, сдымли 300-400 игроков. Ты считаешь, что это нормально или, наоборот, нужно уменьшать, увеличивать на лиге, как-то? Я считаю, что это нормально, потому что в один момент наши профессиональные игроки поймут, что они не смогут участвовать на всех турнирах, появятся личные слоты. И новички, молодые игроки, новые команды, которые очень долго оставались без финансирования призовых, они смогут ворваться. Потому что профессиональные команды не хотят всё забрать, но всё забрать не получится, нужно всё равномерно развивать. Ну вот, на этих финалах есть NW, Ninjas in Pyjamas, которые, как говорят, там из опыта игроков только ERA. Ну, Apermazer там играл с NW. Но они всё же прошли фактически в топ-3. Может, как у них это вообще получилось? ERA никогда не был топовым игроком, по сути, он ничего не пометал так. А остальные просто в NW. Как? Ну, как показала практика, они играют 2-4 на 7. Они после Нового года сидели и потели. Они вышли на сезон, когда все команды ещё были не готовы к ним. То есть, выходит на мячок, и когда выходит на мячок из про-серии какой-то, ты не готов показывать свои лучшие стратегии, пускать под казарные пузы. Там иногда, может быть, ты даже будешь играть со стейнгами. Поэтому ЛИП очень хорошо пошла на начать. Они рано начали, пока там остальные команды вообще не играли. А после этого они приехали на LAN. Вот на LAN то, что было видно, они сидят с битером, постоянно играют, постоянно общаются, постоянно смотрят выплеи. В отличие от наших команд, которые такое редко делают. И я могу сказать, что они постоянно трудятся и крутятся. Плюс удача. Отлично. Это всё дело в удаче. Но частично так, когда ты трудишься, не покладая руки, ты, как правило, не делай. Ну вот, если даже вы видите от Е6 динамики, после формата, в последнее время начался вот такой вот решаппу большой. Непонятно, почему обычно, все это не знаешь. Но период до ТАИЗа чемпионшем большинство команд поменяли свой состав. Хотя это как-то середина сезона. Есть какие-то там контракты у игроков, по идее? Как вообще наказывать таких игроков? Пока никак, потому что киберспорт, он не признан официальной дисциплиной, ни в Украине, насколько я знаю, ни в России. Поэтому, что бы ты там в этом контракте не написал, то тебе скажут, ну что, мальчик, о чём мы вообще говорим? То есть это юридически не зарегистрировано, да. Но от себя скажу, что это только начало. После китайских отборочных, после азиатских отборочных, большой вероятностью будет глобальный решафт, причём он будет не только в СМГ, а он будет вообще в Китае и где-то в Азии. Там будет дигас в этом отношении. Китайцы тоже как бы не основали, так сказать, что никаких лиг особых, ничего юридически не закрепили, но у них пернинг, если я не ошибаюсь, кто-то ушёл из карьеры и не хотели принимать другую команду. То есть все протестовали, что нельзя так, ты ушёл из Доты, уходи навсегда. Нет, игроки всегда уходили из Доты под одной причиной. Ты находишься в организации, ты обязан платить неустойку, если ты уйдёшь просто, допустим, в другую команду. То есть ты, как называется, трансфер. В своё время за меня тоже платили ледное количество денег, хоть и не такие большие, как Китае. Но, вернее, они делают хитро. Они говорят, что я ухожу из Доты, они говорят, что пока, ставят галочку, и после этого он может через день врываться в любую другую команду. Это хиткость, которой сейчас пользуются все игроки. То есть обязательно должно быть прописано, что если ты ушёл из Доты, ты ушёл из Доты, и всё, вернуться нельзя. А вот, кстати, о твоём возвращении. Вчера, после игры Микки и Феникс, написал, что пора мне возвращаться. Нет, я написал, что если Микки и Феникс выиграют то я бы очень хотел выиграть, потому что я видел, как, да, 27-летний Марш, который такой же, ну, ровесник, как и я, он выигрывает только за счёт того, что они просто понимают, что им делать. Его, правда, очень скоро забрутали, но они выиграли интеллектом, то есть там не было никаких так супер-тиких микро-моментов, то есть там, слаб промазал плейер-паунтов, который на него прыгал, но ребята просто понимали, что делать, играли командой, потому что, в целом, пока что ребята удивляются. Ну да, вчера там, конечно, 2.0 без шансов. Никто не ожидал, что 2.0 на своей земле, на своём лане против корейцев, которые вот только акклиматизируются, то есть это вообще фантастика, что они это сделали, причём 2.0 с фламину убить, перед китайскими, это потому, что ещё у них 2.0 доллара. Ну, вообще, ну, сами пики китайцев, у них не были даже новаторскими, то есть варок с рефрешером, это, наверное, стратегия 9-летней давности, если не ошибаюсь, когда он только появился в доке. Почему вообще команды не контрят такие вещи? Они не собирают дефуза, они не убивают варока заранее. Вот где запомянули Na'Vi, почему они не выработали какую-то тактику моментальную? Ну, я уверен, что Na'Vi просто не готовились к этому, потому что, как показала практика, Na'Vi, что они бегают пятером, воюют 5 на 5. И корейцы придумали контру. Выберём г-мастера, варлова, какого-нибудь вич-доктора, всё, что только сильно в 5 на 5. И в итоге это 5 на 5 было нереально выигрывать. Те же Power Rangers, та же самая история. А вот как посмотрели Virtus.pro, они поняли, что делать. Так, ребят, мы драться не будем в первые 30 минут, берём Марфа и Виспа, спит-пушим по всей карте, и варлус бегает со своими големами. Но ты их кинешь, а может просто сделать 2-4 и улететь. А когда все будут 6 статок, эти големы уже там будут. Ну да, не нравится, не нравится. Уже 1-2 км гирокоптера. А вот если говорить уже совсем, корейцы доказывают, что мужчина выстреляет на этом турнире, невероятно. Био и его фантомка. Герой, собственно говоря, полностью рандомный. Почему вообще Билл прокнет критуль, а не прокнет? У неё очень крутые статы. То есть это один из немногих керри, который может ставить мид, лёгкую. Он также может спокойно терпеть, допустим, кидать свои... Да, игре фармит. Да, да, да. Он не очень дикие статы. То есть у него есть и криты, и ускорение атаки, и миссы. Это также очень много. И самое интересное, что когда на 7-й левел, то есть у многих керри нужно ещё пофармить, там антимагу батлтуре, моттушу. А мы видели то, что он просто прыгает на дэнди и убивает его за где-то 4 секунды. Просто портаваром. Потому что у него там крит и удар. Ну вот. Получается, NAVI просто на пик или не то? Нет, получается NAVI просто... Они очень слабо играли вообще на всём этом турнире. То есть дэнди, который сидел в Плеерс Лаунче, он сначала показывал всем игрокам NAVI, что там происходило целый час, потому что у него горело, бомбало его было. И как всегда. Потом он показывал всем другим игрокам. Ну, в завершение, вчера, когда мы сели в Плеерс Манш, он эту маршу показывал где-то полтора-два часа, что он любил. То есть он с маршем... Вообще, мы такое ощущение, что дэнди вчера с маршем пообщался больше, чем на всей своей команде, потому что просто марш, ну, ему интересно. Он хочет общаться и... Ну да, расти, так сказать. Да. А, ну, как бы остальные пики стандартные были. В факту, реально необычный был вчера в день, когда был Ип Спирит Брайкер, которого никто не пикит, про меня в спор, Итера Блайк неожидан. В общем, пикали. Урсу все пикали. Насколько пики были оправданы? То есть, понятно, я победил это оправданно, но... Если бы в спору взяли это против Холайн, или Ру Джимис, выиграли? Или Урсу не играли? Это я не знаю. Урсу, на самом деле, Урсу, на самом деле, хорошо нашла, да? Ага. У ТТБ, который обычно прыгает, там, у тебя прыгают, у Урса с башером, и еще с чем-то, то ты можешь погибнуть за 3 секунды, да. То есть это как бы и такая... В пабе это реально контакт от РУД. Ну, а какие твои прогнозы на финал? На финал то, что... как великолепно выступать, так и полностью самих себя упикнуть, то есть там как-то, да. Когда берут игроки два героя, они пикают пять героев, которые... Уже эти два героя конкретно, а потом еще и все остальные конкретно. Поэтому... Ну, стабильность... Я за Empire, но уж они стабильны. Они просто как комнату 2-0, убивая все и все, без шансов, но максимально быстро, четко, и при этом у них виден баланс пикер. В то время как Asus Polar, Chausp Nighty бегают, и гусы, то есть непонятно, кто там будет следующий игре бегать, но интересно будет посмотреть. И, наверное, последний вопрос. По поводу этого турнира действительно много. Я пишу много новостей, и вижу, что буквально один турнир начался следующий, но спидлига закончилась, началось еще что-то, еще что-то, потом пять дотопедлигой сезон, перерыва практически нет, уже даже сейчас, практически анонс для нас все на Starvator. Вот если бы компания, ей бы не вообще-то решила это как-то контролировать, и те предложили этот пост на СНГ. Ты бы согласилась-то? Если бы да, то что бы ты сделал что-то у нас? Что бы ты там предложил? Как игроков-то наказывал бы? Как бы там машин проводил? скорее бы, в данной ситуации тебе нужно просто сделать четкие правила и регламы, что это должно происходить. Потому что у нас все эти турниры поражает огромное количество переносов, из-за прочной трансляции никого нет, игроки не могут играть, игроки берут тейплингов, ничего ухудшается качество игры. То есть много минусов. А так, я добавлю вот особенность. Вальвы это выгодно. Вальвы создают один миллион турниров, с каждого турнира они имеют свой процент. С каждых билетов на каждом турнире они получают деньги, поэтому чем больше турниров, тем для них лучше. И это, это как бы другие аргенцы, как вот StarLadder, там Na'Vi, они говорят, про чем еще турниры с турниры? Мы хотим только сидеть вот, и получать всю капусту, всю зелень, которая есть на этом постпространстве. А другие организационные, они понимают, что это золотая жила, то есть, допустим, XMJ CaptainZraft у нас в МДМ заработал 140 тысяч долларов, в счет того, что они просто сделали фурмерчик, и договорились к турнире, который жмет шмоточки. 140 тысяч долларов, вот так вот договорились, и это порождает здоровую конкуренцию. Поэтому в качестве турнира будут бороться за качество, в качестве турнира будут бороться за команды, и будут улучшать условия. И тогда уже игроки будут выбирать. Это наоборот полезно для нас, как потребителей продуктов. Как стримеры. Много игр, много игр. Как и для зрителей, потому что, если бы не было этой конкуренции, наш бы призовый саладор мог бы до сих пор составлять 25 тысяч долларов, когда вот играл я. А когда уже пришли другие турнирчики, благодаря им уже призовый фонд растет и поднялся по часам. Ну а интернешнл выстрелить снова? Я уверен. Будет есть 20 миллионов, или 4 миллиона? Но если Вальвы опять придумают гениальный маркетский фонд, я уверен, выстрелят. Потому что, как показала практика, шмоточки сейчас захватывают мир. Пиксели. Буквально пиксели. Вроде бы ничего особенного. В тот мир в онлайне, мод, который никто не видел, там 3 шмоточки и 250 тысяч долларов. Вот так. Есть. Ну спасибо за интервью. Друзья, не покажи сегодня голос, комментируй, потому что если вы крапочный, не будет о чем рассказать. 2-1, окей. Хоть раз. Хотя был раз в Power Rangers, не твой, да. И тот, это было случайно. Обидно. Ну спасибо. Да, все хорошо.